День 3 Ночь оставила после себя тревогу, я проснулся разбитым физически, истощенным морально. Со мной такое постоянно, во сне видишь невозможно яркие сцены, как будто попал в голливудский блокбастер с лихо закрученным сюжетом. Высококлассными актерами и многомиллионными спецэффектами, а на утро не помнишь оттуда и кадры. Кстати да, такое бывает, что просыпаешься и сон вообще не помнишь. Хотя вроде только что ты его прям, прям жил в нем. Друзья, вам тоже надоело выбивать скины на всяких скучных кейсах? Тогда встречайте Роял Скинс! Первый краш сайт на рынке доты. Просто дай алхимику прокачать твои скины и умножить их стоимость. Ну что, попробуем? Оу, ты только посмотри как он бежит! Самое главное здесь это успеть сорвать куш. Так что сорви и ты. Кликай по ссылке в описании, пополни баланс со специальным промокодом и первые 250 пользователей получат плюс 15% к пополнению баланса. Заинтересовала? Тогда скорее залетай на Роял Скинс! Ольга Дмитриевна еще спала, плотно укутавшись в одеяло. Я не вижу Ольги Дмитриевны! Алло, разрабы! Разрабы, что с вами? Где? А где я сплю? Справа, слева, где она спит? Я встал, потянулся, подошел к зеркалу и оглядел себя. Надо побриться. Раньше хватало и пару раз в месяц, а сейчас от моего внешнего вида как будто что-то зависело. Однако бритву я так и не нашел. В этот раз вода не показалась такой леденящей и обжигающей, как вчера. Напротив, приятная прохлада придала мне бодрость и помогла быстрее вернуться к реальности. Когда я вернулся в домик вожатой, Ольга Дмитриевна уже проснулась. Доброе утро, Семен! Доброе? Что, это сегодня рано? Опять ты без галстука? Давай я. Да я сам, ничего страшного. Когда на завтрак пойду? Нет уж, давай сейчас. До завтрака у нас еще линейка, не забывай. Ольга Дмитриевна, знаете, у меня что-то живот разболелся. Мне бы... Ну, вы понимаете. Думаю, ничего страшного, если я разок пропущу. А то будет неприятно, если я прямо там. Что за кринч вообще? Кто может такое сказать? Кто может такое сказать, кроме восьмилетнего, блять? Как вообще это в голову может прийти? У тебя есть еще минут пять. Сегодня у нас по плану уборка территории. Сортировка книг в библиотеке. А еще кое-что. Вечером танцы. Чтобы обязательно сегодня поучаствовал в жизни лагеря. Иди уж. Я вышел из домика, обошел его. И спрятался в кустах, дожидаясь, пока Ольга Дмитриевна уйдет. По правде говоря, у меня не было особых причин так себя вести. Но внутренний голос упорно твердил, что на этой линейке делать нечего. Типа он боится той рыжей бестии. Уборка книги в библиотеке это совсем не то, чем должен заниматься человек в моем положении. Однако уже прошло два дня, а я ни на йоту не приблизился к разгадке. Всеместные обитатели казались в целом совершенно нормальными людьми. Они не были замешаны в каких-то тайных заговорах. Не сотрудничали с инопланетянами. И вряд ли подозревали о провалах во времени. Более того, встретив любого из здешних пионеров в своем привычном мире, я бы даже не подумал, что с ними что-то не так. Похоже, и несколько перебощил со временем, обычно толпы голодных пионеров возле столовой не наблюдалось. В дальнем углу столовой одиноко сидела Лена и лениво ковыряла вилкой нечто бесформенное, отдаленно напоминающее кашу. Позавтракать с ней отличная идея. Тихо, спокойно и можно о чем-нибудь поговорить. Я уже было направился в ее сторону, как меня кто-то схватил за рукав. Женя, вчерашняя библиотекарша. Бери завтрак и садись. Есть разговор. Извини, но не слишком ли это резко? А что такого-то? Бери завтрак и садись. Похоже, для нее такое поведение совершенно нормально. Мне-то библиотекарша не нравится, пойду лучше с Леной почилю. Извини, но я уже с Леной договорился. Я был уверен, что Лена не будет против моей компании. Подожди-ка, успеешь еще? Извини, давай потом. Я аккуратно освободил свой рукав от ее руки и направился в дальний конец столовой. Привет. Доброе утро. Лена, услышав крики библиотекарши, уже некоторое время украдкой поглядывала на меня. Доброе. Как ни странно, она не покраснела, а даже улыбнулась. Можно к тебе присесть? Я сейчас сбегаю за завтраком. Да, конечно. Через минуту я уже сидел напротив нее с нехитрым набором блюд на подносе. Приятного аппетита. Спасибо. Я старался есть как можно аккуратнее, не чавкая, не роняя на себя кусочки еды, не обливаясь компотом. Лена, как обычно, молчала. Значит, разговор начинать придется мне. Пойдешь сегодня на танцы? Да, наверное. Она сделала небольшую паузу. А ты? Не знаю еще. Хотя идти мне совершенно не хотелось. Я и в школе не любил дискотеки. А уж в более осознательном возрасте. А почему? Почему не хочешь идти? Я же не сказал, что не хочу. Ну, ладно тогда. Если, конечно, ты меня приглашаешь. Вот это завернул. Ты же знаешь, что она застенчивая. Как можно было выйти на такой поворот? Лена покраснела и отвела взгляд. Ну, я не знаю насчет... Извини, это была шутка. Я смутился. Наверное, не стоило так шутить. Хорошо. Все за кринж. Разговор явно зашел в тупик, и я постарался сделать вид, что полностью сосредоточена идея. А вот так-то лучше! Лена закончила завтрак быстрее меня. Ладно, я пойду. Увидимся. А-а-а. Да, пока. Я дожевывал сосиску, которая больше напоминала кусок витой пары. Интересно, у них здесь есть интернет? Откуда в Советском Союзе интернет? Через некоторое время дорога вывела меня к медпункту. Там мне уж точно делать нечего. Хоть медсестра и показалась мне весьма доброжелательной, лучше держаться от нее подальше. Такая доброжелательность скорее пугает. Погруженный в свои мысли, я не заметил медсестру, стоявшую на крыльце. Привет, пионер! Она подошла ближе. Никак заболел? Подлечиться пришел? Да нет, я гулял просто. Понятно все с тобой, прогульщик. Ну, раз уж пришел, у меня для тебя есть ответственное поручение. Вы мне поможете составить опись лекарств, которые сегодня привезли. Так, мы. У нее разного цвета глаза. Синий и оранжевый. Лена откуда-то взялась. Привет еще раз. Из-за спины медсестры выглянула Лена. После ужина приходите сюда. Я Лене все объяснила, она тебе потом расскажет. Это мы с Леной будем составлять опись. Я и одна могла бы справиться? Там много. Несколько коробок, ты что? Тем более, пионер всегда готов. Тратить весь вечер на подобную работу мне совсем не хотелось. Тем более, есть дела и поважнее. Но отказываться вроде как неудобно. Хотя, не будь здесь Леной, я бы что-нибудь обязательно придумал. Там было написано, тратить весь вечер. Так на меня тогда в итоге Ольга Дмитриевна заагрится, разве нет? Она же мне говорила, сходи туда-сюда. Не, ну, наверное, пойдем. А что это Лена вообще говорит, что она сама бы справилась? Она вообще хочет, чтобы я шел с ней? Ладно, пошли. Вот и славно. Тогда можете идти. Я перевел взгляд на Лену, которая все так же смотрела себе под ноги. А куда ты дальше? Только ты не забудь, хорошо? Не забудь чего? Ты рофлишь или что? Ну как же, вечером после ужина в медпункт на ее лице промелькнуло тень недовольства. Конечно, конечно, сразу после ужина я весь в твоем распоряжении. А почему медсестра именно тебя попросила? Не знаю. Я просто сидела на лавочке, читала книжку, а она подошла и... Ясно. Ладно. Тогда после ужина? Хорошо. Вот так-то лучше. Такое выражение лица. Она направилась куда-то в сторону кружков, а я еще некоторое время просто стоял на площади. Я решил зайти ненадолго домой, чтобы забрать мобильник. В обычный фоновый шум пионерлагеря закралась какая-то новая мелодия. И я прислушался. Интересно, кто бы это мог быть? Вот так-то лучше. Попечь. Здорово. Поздравляю тебя с тем, что... Так, до свидания. Так времени ж мало будет. Мне еще надо походить. Типа, ну поделать. Мне же говорила эта вожатая походить там по разным местам. Там толпа народу, наверное, будет с чем-то идти. Что-то не очень хочется идти на сцену. Там, наверное, та играет девочка с синими волосами на своей гитаре. Ладно, не будем идти. Продолжаем искать ответы. И пусть себе играет. Мне сейчас не до этого. Вот так-то лучше. Я вернулся в домик вожатой. Ольга Дмитриевна вальяжно развалилась на кровати и читала книжку. Семен, а ты что здесь делаешь? Да, я забыл, кажется. На линейку ты так и не пришел. Да, извините. Это все равно не отменяет того, что ты должен заняться сегодня чем-нибудь полезным. Я и планировал. Только полезным для себя, а не для окружающих. Например. Можешь пойти на площадь, помочь убраться. Там заглавную славя. О, со славей потусить можно. В принципе, да. Пойдет. Или зайти к ребятам в кибернетический кружок. Им там что-то нужно было. Не, это не звучит интересно. Ну и, наконец, можешь помочь спортивному клубу. А в спортивном клубе кто? Честно говоря, ни один из вариантов меня не устраивал. Серьезно, кроме слави, никто здесь особо не перетруждается. А отдельные личности и того больше в полной мере наслаждаются молодостью и тунеядством. Видимо, ты еще не до конца понял, как важно участвовать в общественной жизни. Ведь только так ты сможешь стать образцовым пионером. Ну, или мне за тебя выбрать? Не, не надо за меня выбирать только. Идем к славе. Тут понятно все. Мне пока что нравится славя, фиолетовая читательница, застенчивая Лена. И вожатая. Собственно, поэтому тут выбора даже нету, по большому счету. Идем к славе. Я подошел к славе. Привет. Ой, привет. Ты помочь пришел? Ну, не по своей воле, конечно. Я спохватился. Бери метлу, твой участок рядом с памятником. Хороший сегодня денек. Да, только жарко. Она прикрыла глаза ладонью и посмотрела на небо. Ты прямо ударница коммунистического труда. Да брось ты, я просто люблю помогать другим. А ты? Что я? Ну, я так понимаю, что тебя несколько тяготит общественная работа. Да, наверное. Почему? Не знаю. Чем займешься, когда смена закончится? В смысле? Ну, в институт будешь готовиться? Или какую-то специальность хочешь освоить? Все мои специальности просмотра аниме и интернет-зависимости уже были освоены в совершенстве. Сейчас кто-нибудь это вырежет, будто бы это я произношу про себя. Просмотр аниме, блять, специальности. Не знаю, а ты? У нас дома небольшое хозяйство. Хочу родителям помогать. Мне показалось это немного странным. Какое хозяйство при советской власти, когда кругом колхозы? Но я решил не уточнять. А твои родители кем работают? Вот о своих родителях я совсем не хотел говорить. С одной стороны, у них нет ничего плохого. Но это... Напротив, они добрейшие души люди. Но сейчас не самое подходящее время для таких разговоров. Папа в горкоме, мама учителем. Я соврал. Хотя мои слова, в общем-то, недалеки от правды. Здорово. Похоже, ей действительно это оказалось весьма прикольным. Наверное. Диалог зашел в тупик, поэтому я пытался отвести от слави глаза. Смотрел то себе под ноги, то в небо, то по сторонам. Короче, косплеил Лену, правильно? Знаешь, мне кажется, у тебя в жизни все тоже будет хорошо. Славя задумчиво посмотрела на меня. К чему вообще она это сказала? И почему тоже? Спасибо. Неуверенно, ответил я. Но что ты имеешь в виду? Мне кажется, ты иногда очень пессимистично смотришь на жизнь. Возможно. Но у тебя все наладится. Возможно. От этого разговора мне стало несколько не по себе. С одной стороны, в ее словах не было ничего особенного. В принципе, почти любой человек на месте славе мог бы сделать подобные выводы. Тем не менее, казалось, и не в первый раз, что она видит меня насквозь. Ладно, надо дальше убираться. Ага. Она улыбнулась и тоже взялась за метлу. Пожалуй, впервые кто-то, рассуждая моей жизнью, не ругал меня, не давал глупых советов, основанных лишь на собственном опыте. Не резко падся у меня в голове и не делал после этого каких-то далеко идущих выводов. Как можно так громко мести? Вскоре по лагерю заиграла музыка, призывающая на обед. Я, с облегчением и чувством выполненного долга, отложив метлу в сторону, направился в столовую. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! Дружно в лагере совенок пионеры шагали в основном в столовую. Столовая была битком. На входе, как почетный караул у Вечного Огня, стояла Ольга Дмитриевна. Ей бы как раз подошло быть фаеркипером в Dark Souls. Примерно тот же типаж, что в DS3. Ну что, Семен, как сегодня потрудился? Неплохо. Молодец, молодец, то ли еще будет. Ладно, садись к девочкам. Она показала на столик рядом с колонной. За ними уже сидели Славя, Ульяна и Лена. Неплохая компания. По крайней мере, не самая плохая. Но, кстати, еще одна терпима. Взял обед и подошел к ним. Не возражаете, если я присяду? Мои слова прозвучали несколько наигранно. Так как садиться все равно было больше некуда. Да, конечно. Будь любезен. Лена промолчала. Сегодня обед состоял из борща. Возможно, даже с мясом. Этого установить доподлинно не удалось. Славя, пойдешь сегодня на танцы? Вот, она спрашивает. Бывает, иногда случайно читаю вот это вот сразу. Не знаю. Пойдет, пойдет. Куда он денется? Радостно вставила Ульяна. Ты-то точно пойдешь? Конечно. Не упущу случай посмотреть, как ты просто волосишься. Смотрите на нее, пиздец. Она попала в точку, поэтому я решил не отвечать. А ты? Спросил я Лену. Да. Ответила она коротко. Видишь? Значит, и тебе тоже стоит пойти. Славя словно не оставляла мне выбора. Не забудь фраг надеть. Весь мой гардероб состоял из пионерской формы и зимней одежды, которая даже вечером вряд ли кажется уместной. Ты-то в чем придешь, массовик-затейник? Секрет. Платится, как на детском утреннике, небось? Ульяна покраснела злость, и, похоже, я смог ее задеть. Нет. Костюм химзащиты. Специально, чтобы от тебя не заразиться. И чем ты планируешь от меня заразиться, интересно? Ребята, хватит. Не ссорьтесь. Слабоумием, конечно же. Похоже, Ульянка опять была очень довольна своим, на ее взгляд, искрометным ответом. Кстати, неплохой ответ. Особенно учитывая, что ты недалеко от истины, ну, как диагноз главгероя. Ребята! Если в разговор вмешалась даже Лена, то значит дело, правда, на чем принимай плохой оборот. Ты допросишься! Чего? Что ты поумнеешь, наконец? Вместо ответа Ульянка взяла свою тарелку борща и опрокинула мне на голову. Это пиздец. Эншпиль закончился неожиданным финалом. Ах ты, маленькая! Она скачала из-за стола и попыталась убежать. Но в этот раз у нее ничего не вышло. Я схватил ее за руку. Ну а дальше что? Не головой же ее обстал. Нанимая сцена продолжала в несколько секунд. Вдруг Ульяна ловко схватила компот и плеснула мне в лицо. От неожиданности я отпустил ее руку. Она побежала куда-то в сторону буфета, а я за ней. Результатами нашей гонки стали несколько опрокинутых столов, гора разбитой посуды, пять в разной степени покорященных пионеров и полное изнеможение обеих сторон. Можно сказать, ничья. Ничья? Мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали. Больше не будешь так? А ты? Сзади к нам незаметно подошла Ольга Дмитриевна. Ну что, довольны собой? Ее голос звучал спокойно, но я был уверен, что она вот-вот готова взорваться. И кто все это должен убирать теперь? Кто? Я спрашиваю, кто? Он! Ну уж нет, блядь. Совершенно невозмутимо ответила Ульянка. Она! Менее уверенно возразил я. Опа! Поставила жирную точку в неуспевшем начаться споре вожатая. Вообще, я не был уверен, что моя доля вины в случившемся больше. Она вообще была? Вот еще! Не буду я ничего убирать. Это он все! Он начал! Вот и нет! Вот и да! Семен, иди возьми швабру, совочек, тряпку и так далее в кладовке. А ты? Она посмотрела на Ульяну таким взглядом, что мне стало жалко девочку. Ты? Немедленно начиная собирать разбитую посуду. Ольга Дмитриевна отдышалась немного и продолжила. От тебя одни проблемы. Сколько раз я тебе говорила? Я решил не дослушивать и пошел в кладовку, которая находилась рядом с выходом. Ну, пиздец. Здорово, батька! Сегодня впервые потрогал женскую титьку. Грасс! Раньше тренировался на своем толстом друге. Но теперь могу сказать точно что. Женские лучше. Поздравляю. Я решил не дослушивать и пошел в кладовку, которая находилась рядом с выходом. И тут у меня родилась прекрасная мысль. Почему бы не сбежать? Конечно, Ольга Дмитриевна нас уже поймала, но я-то ни в чем не виноват. Может, конечно, образцовый пионер это не про меня, но по сравнению с Ульянкой, в любом случае, все спишут на нее. Тем более, заняться мне больше нечем, как убираться тут. Надо искать ответы. Истина где-то там пронеслась у меня в голове. Не, ну, сбегать не будем. Опозоримся перед Ольгой Дмитриевной. Несерьезно. Давайте остаемся. Конечно, все затеяла Ульянка, но если бы я не реагировал, погрома можно было бы избежать. Открыв шкаф, я взял метлу, швабру и совок. Ольги Дмитриевны уже не было рядом с Ульяной. Она ушла. Как видишь. Ульянка выглядела расстроенной, весь ее детский задор куда-то исчез. Ладно, подожди. Сначала пойду отмоюсь. Я бросил на нее злобный взгляд и направился к выходу. Смыв с себя остатки обеда, я вернулся в столовую. Ну, ничего не поделаешь, придется убираться. Это все из-за тебя. Она посмотрела так, что у меня невольно мурашки побежали по всему телу. Конечно. Я во всем виноват. Я же у нас местное стихийное бедствие. Помолчи уж. Странно, что она не отлынивает от уборки. Ульянка могла спокойно оставить меня одного и убежать. Но почему-то, напротив, старательно собирала осколки тарелок, мыла пол, поднимала стулья и столы. Что-то ты чересчур стараешься. А чтобы побыстрее закончить, дурень. Голос ее звучал, все так же недовольна. Слушай, ну ты же понимаешь, что нельзя себя так вести? По крайней мере, доводи до подобного. Я решил попробовать провести с ней нечто вроде воспитательной беседы. А я ничего такого и не делала. Это же ты меня ребенком обозвал? Ульяна взяла ведро с тряпкой и ушла в дальний конец столовой. Похоже, обиделась. Покинув взглядом гору битой посуды, я понял, что дело мы действительно натворили. Слушай! Крикнула мне Ульяна. Я подошел к ней поближе. А почему ты меня так не любишь? Может, наоборот, нужно... Может, это мне нужно спрашивать, почему ты меня так не любишь? Ее лицо стало настолько серьезным, что я уже готов был поверить, это не просто очередной розыгрыш. Почему так решила? Не знаю, поэтому и спрашиваю. Я тебя не не люблю. Просто иногда ты себя так ведешь. Ну, сама знаешь. Это было чистейшей правдой. Как? Не знаю. Она подняла на меня полные любопытства глаза. Ну, зачем, скажем, было обливать меня компотом? Не, зачем было еду выкидывать на Семеновича? Так ты же сам напросился. Ты что не подмигиваешь? Что за... Впервые за все время уборки она улыбнулась. Да, точно. Я глубоко вздохнул. Ну, и какой реакции ты тогда ждешь от окружающих? Никакой. Ехидно ответила она. В разговоре была поставлена жирная точка, и я молча продолжил убираться. Вот видишь, сколько приходится потратить сил из-за одной глупой выходки. А я совсем и не устала. Пот, струящийся по ее лицу, говорил совершенно в обратном. Что же, рад за тебя. Чем займемся дальше? Ты не знаю, а я пойду. Нет, еще не все. Ты должен... Она замялась. Мне еще помочь. Придумаешь очередную глупость? Точно. Она широко улыбнулась. Тут я тебе не помощник. У меня на сегодня одного наказания уже хватит. А давай так. Если ты поможешь мне сейчас, я больше не буду над тобой прикалываться. Вариант, конечно, выглядел заманчиво, но я ни секунды не верил в честность Ульяны. Хотя ради интереса можно и спросить. И в чем же состоит твой хитрый план? Давай украдем конфеты. Что? Чего-то такого от него и стоило ожидать. Сейчас как раз повариха пойдет мусор выбрасывать, так что нас никто не заметит. Я в этом участвовать не буду. Ну и ладно. Она фыркнула и отвернулась. Тогда я сама. И не успел закончить фразу, а Ульянка уже ловко перепрыгнула через стенку буфета, подошла к шкафу, открыла его и начала рыться там. Да подожди ты! Мало тебе что ли проблем с Ольгой Дмитриевной? Ульянка закрыла шкаф. В ее руках я увидел большой пакет с конфетами. А ну, положи на место! Она показала мне язык и выбежала через заднюю дверь. Этого нельзя было просто так оставлять. Я метнулся за ней. У девочки была приличная фора, но я вложил в погоню все силы. Второй раз я ей не проиграю. Выбежали на лесную тропинку. Я уже почти догнал Ульянку, как она вдруг остановилась. У меня уже так резко задормозить не получилось, и я сбил ее с ног. Мы повалились на траву. Догнал! Победно закричал я. И ничего не догнал! Смущенно ответила она. Ульяна лежала подо мной. Этот автор, бля... Ее лицо совсем рядом с моим. Я чувствовал прерывистое дыхание и жар тела. Конечно, сейчас она еще ребенок, но скоро станет женщиной. Вот так-то лучше! Все это сильно меня смутило. Детки 14.1, только у нас малышки. Да че, блин, ставь, не этого здесь хватает. Так, все это меня сильно смутило. Насиловать будешь? Немного придя в себя, сказала она. А ты хочешь? Просто, ну... Все-таки в данной ситуации это было больше детской игрой. А то! Она хитро улыбнулась и тихо хрюкнула. Или у меня просто показалось. А вот я что-то не очень. Ну и ладно. Ульянка больно укусила меня за нос. От неожиданности я немного привстал. Бля... Бля... Че-то голос... Этих... В... Бля... Бля... Этих мгновений как раз хватило ей, чтобы вырваться и отбежать на несколько метров. Смотри! Потом пожалеешь! Она громко засмеялась и скрылась в лесу. Пакет с конфетами же остался лежать на земле рядом со мной. Интересно, она специально их бросила? Время близилось к ужину, так что нужно было поскорее вернуть конфеты. И желательно, очень желательно остаться незамеченным. Конечно, я объясню всю ситуацию, что их украла Ульяна. Но кто мне поверит? На входе в столовую меня уже ждала Ольга Дмитриевна. Молодец, Семен! А это вы про что? Пакет с конфетами я прятал за спиной. Он был прозрачным, до таких размеров, что в карман не запихнешь. Я про уборку. Все чисто и аккуратно. А, да. А Ульяна где? Она скоро придет. Ну, иди ужинать тогда. Я зашел в столовую. Как вернуть пакет так, чтобы меня не заметили, я и представить не мог. Семен! Позвала Славя. Я обернулся. Передо мной стояла Славя. Ой, а что это у тебя? Посмотрел на пакет, который я не успел спрятать за спину. Она же мне поверит, если я скажу правду. Это конфеты. А откуда Ульяна отдала? Понятно. Значит, она опять за свое? Опять? Ну, она уже не первый раз ворует конфеты. Давай я их отнесу. Спасибо. Славя в очередной раз спасла меня. Похоже, мне предстояло ужинать с Электроником и Шуриком. Сесть все равно больше негде. Бля, серьезно? С Электроником и Шуриком? От тебя чумелые ручки мне не очень... Приветствую, господа. Как ваши дела? Неплохо, а твои? С переменным успехом. Вот так-то лучше. Что-то случилось? Аха-ха, хах, руки настал дрочить. Да, много всего случилось. Расскажешь? Как-нибудь в другой раз. Как хочешь. Он развел руками. После ужина танцы. Погодите. Танцы и помощь этой... Врачихе одновременно или что? Электроник хихикнул. Я в курсе. Кого хотел бы пригласить? Тебя ебет, что ли? Не думал еще об этом. А ты? Я... Ну, я... Кажется, он не ожидал такого вопроса. Ульянку. Она обрадуется. Кто это? Это я говорю? А, это я ему предлагаю. Ха-ха. Что значит обычный секс? У каждого, я думаю, свое понятие обычного секса. То, что для одного человека обычный секс, для другого необычный. Бывает, ну, можешь меньше возбуждать. Там, допустим, если ты много раз встречался с какой-то определенной девушкой, она может со временем меньше тебя возбуждать. Вот такое может бывать. Но это нормально. И у всех такое бывает. Собственно, из-за этого, допустим... Из-за этого распадаются все браки практически. 95% браков, наверное, распадается из-за этого. То есть, допустим, там... Женец выходит замуж, там, в 18 лет, в 20 лет. А к 30 годам, или тем более к 40, нет никаких сил там друг с другом находиться, потому что в любом случае никакой сексуальной жизни быть даже в теории не может уже, да. Потому что, типа, там просто людям надоедает. Допустим, вообще настолько сильно. Электроник неистово замахал руками. А ты, Шурик, пригласи Алису. Я, пожалуй, воздержусь. Найс, я ему советы даю. Он выглядел спокойнее своего товарища. Да ладно вам, ребята, весело будет. И вообще... У нас еще дела. Нам нужно робота доделывать. Ну вот и пиздуйте. Отличная идея. Пригласите робота. Он у вас умеет танцевать? Он еще даже не ходит. Шурик, кажется, не понял прикола. А что? Будет прекрасная демонстрация наших достижений перед всем лагерем. И что мы покажем? Тут ты прав. Они оба расстроенно уткнулись в тарелки. Ужин закончился, и пионеры начали расходиться. А вы как на бал оденетесь? Спроси, а Шурика или Электроника? Блин, просто это трофл. Шурик или Электроник? Вот это имена у челов. А нам особо нечего. Так и пойдем. Он показал на свою пионерскую форму. Кажется, их совсем не ловнует внешний вид. Что же я тогда беспокоюсь? В зимней одежде все равно идти не вариант, так что пойду как есть. И во сколько начало? После девяти. Ясно. Я прикинул, что на начало дискотеки еще порядком времени и решил немного поспать, чтобы вечером быть свежим. Зайдя в домик вожатой, моментально плюхнулся на кровать и закрыл глаза. Сейчас проспишь. Без будильника спать. Оп. Проснулись, улыбнулись. Как ни странно, я проснулся вовремя даже без будильника. На часах было ровно девять вечера. Такое со мной случалось редко. Впрочем, чувствовал себя помятым. Наверное, все же не стоило спать днем. Днем? А ужин во сколько там? Похоже, придется идти. Через пару минут я уже стоял на площади. Около памятника восстановили колонки что-то вроде диджейского пульта. А на деревьях развесили гирлянды. Такая типичная колхозная дискотека. Пионеров собралось довольно много, но никого из знакомых я не заметил. Поэтому сел на лавочку и принялся ждать. В конце концов, не обязательно и танцевать. Может быть, не удастся просто посидеть и мило пообщаться с кем-нибудь. Откуда-то Ульяна появилась. Чего грустишь? Как же это выглядит, гринжево? А что предложишь? Она лучше выглядела, мне кажется, в своей дефолтной форме, чем вот. Пойдем танцевать! Рано еще. Даже музыка не играет. Какой ты скучный! Да, для такого мероприятия я точно не самый веселый. А Ульянка таки наделала что-то наподобие вечерного платья. Забавно. Привет! Ну, ты славе подъехала. Кстати, мне ее прикид больше всего понравился, когда она подошла на первом стриме. Помните, там такая была черный спортивный костюм. Тогда был самый охуенный ее прикид. Привет! Она присела рядом. Как тебе вечер? Нормально. Что ты такой грустный? Да ничего. Ладно, потанцуешь и развеселишься. Наверное. Не забудь один танец и для меня оставить. Хм, окей. Она засмеялась и побежала к музыкальной аппаратуре. Ситуация, похоже, накалялась. Просто отсидеться не получится. Привет! Плюс Лена. Какие-то у них всех наряды... Не знаю. Вот так-то лучше! Ко мне подошла Лена. Зажжешь сегодня... Зажжешь сегодняшний вечер? А стартап прозвучала неумело. Троеточь. Лена покраснела и опустила глаза. Ладно, может и правда не стоит, а то все сгорим тут. Ладно, тогда я... Ага. Еще произошло, блин. Пиздец, блин. Два... Что это такое? Лена это, блин, автор этой игры, если бы он был бы женского пола. Пиздец. Куалиты. Батис Кафетч. Это что стрим по зажмуриванию Лены? Папань. Давай, как обычно, трагедию у тебя получается. Что ты имеешь в виду? Я должен знать, о чем ты понимаешь. Я, по-моему, с Леной ничего не выбираю толком. Она что-то... Че она только что закринжевала? Ебучий автор игры, блядь, сделал два Семена. Один Семен женского пола, другой мужского пола. Похоже, уже весь лагерь собрался на площади. Пионеры стояли большими группами, о чем-то разговаривали, шутили и смеялись. Возле диджейского пульта Ульянка громко спорила с Ольгой Дмитриевной насчет музыкального репертуара на сегодняшний вечер. И вот момент настал. Пластинка закрутилась. Что-то была за группа и песня я не знал, но термин классика советской эстрады, на мой взгляд, походил для них как нельзя лучше. Пионеры и пионерки некоторое время просостояли, словно не слыша музыки. Всегда трудно сделать первый шаг. Особенно, когда уверены, что кроме тебя никто не собирается. Но Ульянка, похоже, не знала этой простой истины. Она выбежала на середину площади и закричала. Чего стоим? И начала нелепо кривляться. Эй, Семен! Я сделал вид, что не слышу. Не притворяйся, иди-ка сюда. Я продолжал игнорировать ее. Пионеры потихоньку поняли, что от них требуется на этом празднике жизни и пустились в пляс. Конечно, танцевать я не умел, но и это танцом назвать сложно. Семен, чего сидишь? Потанцевать не хочешь? Я был так увлечен своими мыслями, что не заметил Славю. Да, что-то не хочется. Точно? Она улыбнулась. Попозже, может быть? Сейчас бы со Славей не потанцевать. Еще одно приглашение на танец. Окончательно поставил бы крест на моем самолюбии. Не начал придумывать удобный предлог, чтобы уйти и выбирать для этого подходящий момент, как вдруг увидел Лену. Она медленно шла в мою сторону. Может, пойдем? Куда? Я был так увлечен своими мыслями, что не понял, о чем она. Я так увлечен кринжем, который происходит в голове у автора этой игры. Автор. Разраб. В медпункт. А, точно! У нас же квест! Если, конечно, ты хочешь остаться и потанцевать... Вот так-то лучше. Тебе просто жмурико дали на Лене. Золотые огни... Перекличка. Хотя вряд ли она действительно собиралась танцевать. Весь вечер Лена стояла в сторонке. Так нахуя она нарядилась? Нет, пожалуй, воздержусь. Пойдем. Ну, хоть не придется здесь стоять, как бедный родственник. Не понимаю, у меня выборов по игре нету или что? Или у меня нет выбора, потому что мы изначально договорились пойти в медпункт. То есть я не мог, допустим, даже если захотел бы потанцевать со Славей или что-то. Надо было в медпункт не идти. Или что? Ну что, пойдем в медпункт. А я могу хоть вернуться потом на дискотеку? На меня Славя обидится? Да, конечно, спасибо тебе. За что? Она посмотрела на меня с удивлением. Ну, за то, что забрала меня. Может быть, и не стало говорить ей о том, что танцы не мой конек. А то там. Знаешь, так скучно. Ты не любишь танцевать, наверное? Да, совсем не люблю. Не мое это как-то. И я тоже. Меня никогда никто не приглашает. Сказав это, Лена покраснела и привычно уставила себе под ноги. Странно. Что странно? Ну, что тебя не приглашают. Ты так думаешь? Что это за... Тут еще такой рофл эти выражения лица. Она опять посмотрела на меня взглядом, полным искреннего непонимания и удивления. Ну да, конечно. Если бы я любил танцевать, то обязательно бы тебя пригласил. Спасибо. Остальную часть пути мы шли молча. Лена, очевидно, слишком смутилась от моего неумелого комплимента, а я просто не знал, что сказать, какую тему придумать для разговора. Уже полностью стемнело, и мрачное здание медпункта, окутанное ночным туманом, больше походило на дом с привидениями. Мне вдруг захотелось развернуться и медленно, не создавая лишнего шума, уйти отсюда. Я украдкой бросил взгляд на Лену и отметил, что она выглядит как обычно. Застенчивая, скромная, неуверенная в себе, но никак не испуганная. Внезапно где-то рядом послышалось ухо не совы, отчего меня буквально передернуло. А Лена либо не слышала, либо не обратила внимания, либо ей и не было страшно вовсе. Войдя в медпункт, я нащупал в темноте выключатель и включил свет. Опачки. А где медсестра? А медсестра позже придет, да? А она не придет. Wait, what? Не то, чтобы я боялся оставаться с Леной один на один. В закрытом помещении. Ночью. Поблизости не души. Я не могу, я устал кринжевать с этих... Бл***ь, да... Кто так мыслит? Нет ни одного живого человека за всю историю, кто бы так мыслил. Я понимаю, если бы с ним тут еще была вот та вот рыжая девка, но все равно даже... Да блин. Мне порой тяжело реально осиливать мысли разраба. Ты че, чел, блядь? Как ты вообще живешь? Нет, в таких ситуациях что-то случается только в фильмах или там сериалах всяких. Вот, возьми. Лена протянула мне листок бумаги. А, нам нужно опись составить. Все, я вспомнил. Там у меня было несколько граф, и я быстро разобрался, что в левую нужно вписывать наименование, в среднюю артикул, если есть, а в правую количество. Ну, не база данных, конечно, но тоже сойдет. Работа закипела. Семен. Что? Я поднял взгляд на Лену. Она несколько секунд пристально смотрела на меня, словно решаясь на что-то, но потом опять опустила глаза. Нет ничего. Мне было буквально физически тяжело все время сидеть молча. Однако и заговорить первым я не решался, потому что не только не мог придумать подходящие темы, но и банально стеснялся, так как смутить эту девочку, казалось, могло вообще все. Что угодно. Семен. Да. Ты их по второму кругу считаешь. Опачки. Плюсов. И действительно, я начал вынимать из коробки и заносить в базу данных те бинты, которые уже посчитал. Ой, прости. Слушай, а ты откуда? Ну, то есть, откуда приехала? В смысле, где родилась? Точнее, где живешь? Ну, я... Тут городок рядом есть. Тут рядом, это где? Тут. Видно, она не очень хочет об этом говорить. Неужели Елена что-то скрывает? Это секрет? Нет, что ты. Просто... То есть, тоже где-то на юге? Наверное, можно было придумать и что-нибудь пооригинальнее. Посмотри на табло для проверки зрения. Я смотрел уже. Там какой-то дурацкий... Сленг, который использовался где-то в 2010 году. Вот это вот... ГЭТО 5, автор ЖОЖ, СУКО, ХУЯСЕ, НЕЗАЧЁТ. Ну, это вот... Как называется? Бля... Язык подонков! Что-то типа такое. Незачет. ПОЗИТИВ. Да, ну, чисто... Чисто язык подонков. Короче, этот язык кринжевый, бля... Я считал буквально всех долбоёбами, кто так разговаривает. Юг я вспомнил только потому, что из всех пионер лагерей Советского Союза мне в голову пришёл именно Артек. Да. Лена ответила не сразу. Я не мог точно понять, врёт она или нет. А тебе здесь что, не нравится? Интересно, как она из моих слов сделала такой вывод. Нет, что ты. Конечно, нравится. Тут спокойно. В библиотеке много книг. И люди здесь хорошие. Хорошие, да не все. Ну, как бы сказать. Возьми Ульянку. Батарейка Энерджайзер. С катастрофически смещённой точкой приложения силы. Батарейка? Что? Может быть, меня правда забросило назад во времени. Неважно. Ирия Алиса. Пионер. Всем ребятам пример. Этот лозунг явно не про неё. Если все будут брать пример с Алисы, то лет через 20 такое в стране будет. На самом деле, она не такая. Не такая, это какая? Не такая, как ты о ней говоришь. Начнём с того, что я ещё ничего не сказал. Просто констатировал факт, что она явно не является примером для подражания. Ну, может быть. Получается, ты её хорошо знаешь? Наверное. Вопросы я задал просто, чтобы поддержать разговоры. И такого ответа я никак не ожидал. Алиса с Леной были настолько непохожи, что возможность того, что они могут быть близко знакомы, просто не укладывалась у меня в голове. Ты морально убиваешь меня? Папаня, я не буду с тобой встречаться. Короче, игра меня на самом деле не раздражает, кроме местами прям какого-то слишком лютого кринжа или местами, опять же, рисовка. Уёбищно-анимешно. Вот в таком моменте, когда она сейчас вот так вот стоит, вот такой её лук. Он не уёбищно-анимешно, он просто-анимешный. А бывает порой у них луки, у этих персонажей уёбищно-анимешно, и тогда меня это раздражает. Не знаю. Но в целом игра точно не бесит. И самое главное, очень важно в любом произведении, будь то книга, короче, будь то кино, или игра, или сериал, самое важное, чтобы создавалась своя какая-то уникальная атмосфера. И тут она, в принципе, есть. Во многом благодаря саундтреку. То есть не раздражает, плюс есть атмосфера. Почему бы не поиграть? Тем более, насколько я понимаю, игра не настолько прям длинная. Но, как я понял, тут 7 дней, меби я не прав. В общем, дропать не планирую, нет. Думаю, ну, почти точно. Мы из одного города. У нас общие друзья. Хоть и Алиса, она год старше. А вы, случайно, не все из одного города? Всех, кто тут есть. Знаешь, я тут книжку недавно прочитал. Ты любишь фантастику? Не очень. Черт, очередной промах. Ну, раз не любишь? Какие вообще тебе книги нравятся? Разные. Разговор явно не клеился, и надо было как-то спасать ситуацию. Не знаю почему, но я опять вспомнил про танцы. Я решился. У нас осталось всего пара коробок. Слушай, у меня идея возникла. Может быть, когда закончим, пойдем в столовую? Мне кажется, магнитофон после танцев отнесли как раз туда. Я замялся. Зачем? Ее искренне взгляд давал ясно понять, что она даже не догадывается о том, что я хочу ее предложить. Ну, честно говоря, я не умею танцевать, поэтому и не люблю. И поэтому мне там так неудобно было. Может быть, я бы смог тебя отблагодарить, потанцевав с тобой? Но я... Она на мгновение перестала перекладывать лекарства, покраснела и посмотрела прямо мне в глаза. Я смутился. А если нас кто-то увидит? Да, эта мысль мне в голову не пришла. Да все спят уже давно. Тем более, кто ночью пойдет в столовую. А как мы туда попадем? А, так у меня ключи есть от столовой. Я же их в первый день взял. Лол. Конечно, у меня были ключи Слави, но упоминать о них не хотелось. Вдруг еще подумают, что украл. А почему он так и не отдал их Славе, кстати? В эту секунду я сильно пожалел о том, что так и не забрал мобильник из домика вожатой. Ольга Дмитриевна тогда меня совсем заговорила и я забыл. Но, в любом случае, надо было что-то сказать, как-то сменить неудобную тему разговора. Какая музыка тебе нравится? Я ей не особо увлекаюсь. Давай тогда представим, что она играет. Ну, то есть, то, что мы ее слышим. Как это? Ну, как будто она у тебя в голове играет. Я довольно точно вспомнил мелодию, под которую танцевали пионеры. Слова и музыка хорошо врезались в память. Не уверена, что у меня получится. Но можно же попробовать. Наверное. Согласие было получено. Даже это, наверное, в случае с Леной можно было рассматривать как да. Так куда пойдем? Куда? Ее последние слова несколько выбили меня из колеи. Я совсем забыл, о чем мы говорили до этого. А, да, прости. Я задумался просто. Пойдем на пристань. Не знаю, почему я выбрал именно это место. Мы идем на пристань. Лена закрыла дверь на ключ, и мы направились к пристани. На лагере опустилась ночь. Он спал. Пойдем по дорожке. Зачем? Через лежу быстрее. Там есть хорошая тропинка. Там темно. Боишься? Ну, не то чтобы. Если хочешь. Ладно. Только можно. Блин, что за... Еще этот лук главного героя... Да и... Ну, блин, вот тут рисовка, опять же, это пример далеко не лучшей рисовки. Тут она выглядит хуже, чем в предыдущих этих рисунках. Этот главный герой меня бесит. А зачем у него глаза закрыты? Эти ебучие анимешные, блядь, луки. Ну, это пиздец какой-то. Она не закончила фразу и взяла меня под руку. Можно так? Тут настала моя очередь краснеть. Я бы краснел каждую секунду, если бы я выглядел так. Смотришь в зеркало и сразу краснеешь. Конечно. Мы шли через лес. Хотя лесом это сложно назвать. Вот так-то лучше. Скорее небольшой прорисок между лагерем и пристанью. Чтобы ты лучше себя представлял на его месте. Вот. Слушай, если я захочу себя представить на месте... Если я захочу себя представить с этой анимешкой, я себя представлю с этой анимешкой. И она будет, ну, вот выглядеть просто так, как она должна выглядеть в моем понимании. На основе созданного образа. Нахрена мне представлять себя на этом месте? Если я могу представить себя анимей в любом случае. Короче, сложно. Не, ну, вы знаете, все познается в сравнении. То есть, то, как она нарисована, это аниме в сто раз лучше, чем то, как нарисован главный персонаж. Вот конкретно на этом кадре. Над нами заколыхались ветки деревьев. Я невольно вздрогнул, а Лена тотчас же еще сильнее вцепилась в мою руку. Не бойся, это белка. Наверное, пробежала. Угу. Мы вышли на пристань. Ночь была поистине прекрасна. Я подошел ближе к реке и позвал Лену. Смотри. В воде отражался мостик, лодочный домик и луна. Казалось, что это какой-то другой мир, а водная гладь, дверь в зазеркалье. Позвольте пригласить вас на танец. Я подал ей руку и неумело поглонился. Не бойся, я тоже не умею. Если бы ты в реальной жизни в теории попал в этот лагерь, то с кем бы ты хотел замутить? С Линой? Алина? Или может быть со всеми сразу? Ну, я бы, знаешь, я бы пытался оценить риски, насколько будет опасно со всеми сразу. Ну, имеется в виду, понятно, что со всеми сразу это нереально. Я бы, вот на данный момент, к третьему дню я бы так расставил свои приоритеты. Топ-1-2 я бы, ну, одинаково поставил бы эту Ольгу Дмитриевну и Славю. Ну, типа на одном уровне. То есть топ-1-2. Обе из них, ну, как бы, ну, ты понял. Они обе топ-1, обе топ-2. И топ-3, тогда Лена. Если бы у меня была бы возможность, ну, побольше получить, я бы получил побольше. То есть я бы расценивал риски. Ну, если в такой ситуации, в такой же ситуации, блядь, когда на главного героя все девки обращают внимание, и все на него буквально ломятся. Даже это, даже микрочелечка в итоге, у которой я забрал котлету, с которой, которая там, ну, потом какой-то пиздец там произошел в столовой. Anyway, она меня домогается, по сути. Даже после этого всего. То есть так игра устроена. Я по возможности попытался получить как можно больше, разумеется. Лена, мне кажется, прям слишком застенчивая. Прям вообще, прям перебор. Мне явно не нравится, мне явно не нравится библиотекарша. Ну, как не нравится, мне так кажется. Библиотекарша, рыжая, и это, как ее... Кого-то я там еще видел, забыл. А, не, по-моему, все. Библиотекарша и рыжая мне вот эти вот две... Хотя вот это вот из медпункта, из медпункта какая-то такая, ну, странная. Не знаю, что она... Хорошо. Сегодня мы с тобою в Кринже кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Лена подала мне свою руку, я отвел ее в сторону и нежно приобнял девочку за талию. Мы просто стояли в таком положении несколько секунд. А дальше что? Ну, я не знаю. Ты же помнишь ту песню? С трудом, но помню. Вот и отлично, да, как в фильмах вальсировать. А как это? Вместо ответа я начал очень медленно и осторожно описывать вместе с Леной нечто наподобие округа. Вот видишь, не так уж и сложно. Ага. Несколько минут мы кружились в танц. Или как это еще можно было назвать. Я чувствовал тепло, хотя мы и не были очень уж близко. Ее грудь учащенно вздымалась, а лицо все больше краснело. Лена не смотрела на меня, отводя взгляд ту в одну, ту в другую сторону. Внезапно я ощутил, что никогда еще не испытывал ничего подобного. Нежность, затмевающая собой реальность, словно попал в какой-то другой лучший мир. Я понял, что не хочу отпускать эту девочку и отдал бы все, чтобы кружиться с ней вместе в этом танце бесконечно. Я прижал Лену поближе к себе, только тогда она впервые посмотрела на меня. Пульсометр? Что ты имеешь в виду под возбуждением? Буквально, чтобы хуй стояло или что? Если ты об этом конкретно, то я не помню, чтобы я ни разу в этой игре прям буквально стоял... Хуй, не помню, такого не было. Да и пульс не поднимается вроде. То есть игра, мне кажется, на данный момент, к третьему дню, вот сейчас покажется то, что я наиграл, игра, она явно больше милая, чем сексуальная, чем сексуально ориентированная. Мне говорили, что это какая-то порно-игра, она пока так не выглядит. Даже несмотря на то, что я разблокировал оригинальную игру, тут нету какого-то спама пошлыми сценами или спама сексуальностью. Это больше милая игра. Я прижал Лену поближе к себе, и только тогда она впервые посмотрела на меня. В ее глазах читалось удивление, растерянность, но не испуг. Она не боялась и не оттолкнула меня. А ты говорил, что не умеешь танцевать. Так и не умею. Я растерялся. Твоя душа принадлежит мне! Вовремя озвучка. Если не помнишь, а как же момент, когда Ульяночку завалил? У тебя тогда привстал еще? Нет. Неужели забыл? Нет, не привстал. В смысле, что там было показано? Это Ульяночка не понимает, чего она хочет конкретно от Челика. Она не понимает сама, чего она хочет. Она не понимает даже... Какая там была фраза? Она такая что-то говорит, типа, насиловать будешь. Она даже не понимает, что это значит и чего она хочет. Поэтому это не было, собственно, сексуальной сценой. От Лены можно было ждать какой угодно реакции, но не только этого. Но только не этого, бля. Неужели ее стеснение куда-то само собой исчезло? Смущение прошло, а вечный испуг испуг улетучился. Ты тоже неплохо танцуешь. А я знаю. На ее лице промелькнула лукавая улыбка. Или мне показалось? Нет. Готов поклясться, что видел ее. Но как такое возможно? Образ вечно застенчивой и скромной Лены никак не вязался с тем, что происходило сейчас. Что же сказать? Что делать дальше? Я мог только на автомате вести ее, не останавливая ни на секунду этот становящийся все более и более странным танец. Ольга Дмитриевна? Откуда она взялась? Семен! Семен! Ты где? Голос доносился с опушки леса. Черт, как не вовремя. Семен! Это была Ольга Дмитриевна. Наверное, она беспокоилась, потому что я давно уже должен был вернуться. Она, кстати, логично. Они живут вместе. Ведь можно было догадаться, что неутомимая вожатая бросится на поиски пропавшего пионера. Надо было ее заранее предупредить. Эх, что сейчас-то уже говорить? Лена вопросительно посмотрела на меня. Может, не стоит, чтобы нас видели вместе? Почему? Пойдем, скажем ей, что все в порядке. Нет, давай спрячемся, а потом вернемся в лагерь. Странно, с чего это она? Ладно, хорошо. Я не стал спорить, это было неуместно в данной ситуации. Ольга Дмитриевна покричала, покричала и ушла. Ну, пойдем? Да. На обратном пути Лена не взяла меня под руку. Никто не смеет мне приказывать. Эх, как так? Да, красавчик какой, пятибальку. Ааа, пятибальку с прогиба смотри, бросай с него. Красавчик, красавчик. Ааа, прагиб, кидай! Кидай проход! Эээээ! Ааа! Ёб твою мать! Ааа, ты чё? Ты чё, дырляешь, ётта? Аааа! Полтора куска. Сюды. На обратном пути Лена не взяла меня под руку. За шо такое? Конечно, я несколько расстроился, но первым инициативу проявлять не решался. Эх. Мы опять молчали, начинать разговор было не в привычках Лены. А я просто не знал, что сказать после всего случившегося. Всю дорогу она смотрела себя под ноги, сохраняя всё то же выражение, как всегда. На площади она остановилась. Ладно, мне пора. Даа. Спасибо тебе за сегодня. Дааа. Лена развернулась и пошла в сторону своего домика, а я остался стоять на месте. Так что же это такое было? Этот танец, потом такая резкая смена настроения, потом все как обычно. Как будто тогда, в то короткое мгновение, я обнимал совсем другую Рену. Да, тогда она не просто была не похожа на себя, а казалась вообще другим человеком. Будешь ли пытаться открыть секретную концовку с водителем автобуса Богданом? Тебе нужно будет пойти в мастерскую с электриком и начать работать ключами, и там появится он. Чел, ты в депрессии, судя по твоему никнейму? Ведь и раньше было ощущение, что Лена вечно что-то скрывает под маской застенчивости. Впрочем, за пару дней понять человека до конца просто невозможно. Я направился к домику вожатой. Весь лагерь спал, так что вряд ли меня мог кто-то заметить. Да и что с того? Ну гуляет пионер ночью один, эко не видаль. Когда я уже почти дошел до двери, сзади послышался шорох. Ветки кустов рядом с деревом позади меня зашуршали, словно в них кто-то запрыгнул. Значит, кто-то следил за мной? В то же мгновение я бросился на звук, продался сквозь кусты и начал озираться по сторонам. Было слишком темно и ничего, и главное, никого в такой темноте не увидеть. Идти дальше бессмысленно. Если даже за мной кто-то и следил, он уже давно убежал. Я вернулся к домику. В окне горел свет. Значит, она еще не спит. О, ку! Семен, ты где был? Опачки! Вот, кстати, у вожатой самый лучший наряд на танце. Вот у нее мне нравится наряд более-менее. Мы с Леной в медпункте сортировали лекарства. Я же вам говорил, что пойду вечером. Да? Когда это? И столько времени к тому же. Да и я была в медпункте полчаса назад. Закрыт он. Свет не горит. Ну, мы решили немного прогуляться. Я тут волнуюсь, а он прогуляться решил. Ну, извините. В следующий раз предупрежу заранее. Уж постарайся. А теперь спать. Уже поздно. В этом с вожатой сложно было не согласиться. Сегодня был трудный во всех смыслах день. Я слишком устал, чтобы размышлять о произошедшем вечером. Да и вряд ли в голову пришло бы что-то путное. И главное, совершенно непонятно, как на все это реагировать. На Лену, на лагерь, на весь этот мир. И за прошедший день я практически не пытался искать ответы. Более того, всячески избегал того... Этого. Как будто возможная находка пугала меня. И Лена. Время, проведенное с ней, было куда важнее, чем все попытки вернуться в реальный мир. Я мог бы еще долго накручивать себя, пытаясь понять, что же сделал не так, а что не сделал вообще. Но устал, а сделал свое. Нет, это сон какой-то сейчас будет. Аня. День 4. До дня 4, наверное, и завершим. Что у нас тут с головой? Я проснулся от адского звона в голове. А, это будильник. Тогда на сегодня все. Кстати, прикольно вот эта тема в том плане, что вы действительно хотите выйти из игры? И ответ, да нет. То есть, вы поняли, да? Да нет. На тебя смотрит эта анимешка, и ты такой, да нет. Maybe лучше не выходить. Продолжим. Я так понимаю, в понедельник, скорее всего. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.